Как делаются лидеры, так достигается все в любом деле практически. Все должно быть что-то сверх сделано, не так, как мы привыкли делать обычно. Хотя наше сознание всегда хочет делать завтра то, что делал так. И сложно, видите, как все воспринимают всегда все, сначала со смехом, как вся команда все воспринимала. А потом все стали настольным этого тренера, потому что он прав. Итак, давайте запишем, запишите, пожалуйста, презентации прошлые. Можно посмотреть прошлые презентации, особенно последние несколько презентаций. Причем вы можете зайти на Vimeo, и там будет еще порядка 70 разных занятий. Ну не надо все, 70 смотреть, достаточно 3-4 последних. Вот Vimeo.com, и дальше идет номер, да, это одно видео, отчет по конференции в Лас-Вегасе. Вы узнаете о новостях, что нас ожидает в ближайшее время. И пошаговая инструкция по видеоконференции. И вы видите в чате последние занятия. На ютюбе тоже сделайте, скопируйте линк и сохраните. И я думаю, что вот посмотрев последние занятия, для новеньких особенно, это вы получите всю информацию. Поэтому, поскольку это все свежее, я не буду сейчас повторяться. Сегодня я хочу просветить наше занятие практически одной теме. Одной теме. Одной теме. И эта тема, сейчас вы сразу поймете, и эта тема называется, она называется Москва. Да, Москва. Да, я хочу сделать объявление небольшое. 26 апреля 2014 года в Москве пройдет конференция на русском языке. Да, русскоязычная конференция. Я думаю, что для нас с вами это самое главное событие этого года. Я не веду с точки зрения нашего бизнеса. в Москве. Это будет в прекрасном отеле. Да, в очень хорошем отеле. Имя отеля, я думаю, что это будет чуть позже названо. Чуть-чуть позже. В ближайшее время будет названо. Где все это будет проходить, это будет хороший центр. Хороший. Может быть, даже один из самых лучших. И мы там с вами проведем конференцию на русском языке. Почему это важно? Я думаю, что тот, кто давно занимается бизнесом по рекомендациям, он понимает, что интернет-встречи это хорошо, да? То есть хорошо, что мы все делаем в интернете. Пять лет мы уже с вами в интернете работаем. Но личных встреч, очных, да, очных, не заочных, а очных, не заменит ничто. Причем компания серьезно готовится к этой встрече. Туда она повезет свой продукт Ючат. Стив Эйнер сказал, что он будет готов. И он уже сегодня готов, но он будет уже, так сказать, доведен до уровня мастителя. И с этим продуктом Ючат. И плюс еще сюрпризы, да, плюс еще сюрпризы. Компания едет на конференцию в Москву. Для нас с вами это огромная возможность, огромная возможность показать людям аксесс, показать этот бизнес со всех сторон. И я думаю, что как конференция в Киеве, да, она послужила как бы началу нашего старта, так конференция в Москве, она будет, во-первых, с одной стороны, она обяжет всех подготовиться серьезнейшим образом. и с другой стороны, будет очень важная информация дана, очень серьезная информация. И, возможно, выявятся в результате конференции те люди, русскоговорящие по-русски, да, которые будут возглавлять этот бизнес, которые будут возглавлять бизнес. Причем, возможно, даже сегодня эти люди еще сами не знают, что они будут его возглавлять, да, то есть еще, возможно, они даже еще не записались в наш бизнес. Я вам скажу, что конференции, конференции, ну, вот, судя по многим компаниям, да, по многим компаниям, это важнейший элемент продвижения бизнеса, важнейший. Почему? Ну, много тут объяснений, я не буду вдаваться в подобности. Я вам скажу только конечный результат, что бизнес у многих людей, у многих, он просто взорвется. То есть, выделятся определенные люди, ну, просто невероятным образом выделятся, и до конца года, я думаю, даже некоторые, некоторые выполнят Black Diamond 3. благодаря, вот, конференции в Москве. Потому что, потому что, потому, да, как это говорит, почему, а потому. Знаете, как когда-то Бернард Шоу объяснял своему внуку, маленькому, разные вопросы, тот ему задавал, а почему там то-то, а кто-то ему говорит, а почему то-то, и он ему объяснял. А вот когда внук у него спросил, а почему лист зеленый? Он долго думал, хотел сказать, что потому, что там этот хлорофилл, а тогда понял, что, а тот спросит, а почему хлорофилл зеленый? И так до бесконечности. И так я ему ответил просто, лист зеленый, потому что он зеленый. Вот так вот. Потому. То же самое я говорю. Конференция, она всегда, всегда поднимает бизнесы. Всегда. Так японский бизнес за год просто взлетел после первой конференции. Сингапурский бизнес взлетел, да? То есть много-много корейский, там, гонконгерский. То есть все начиналось с конференции. То есть сначала оно как-то шло в интернете, да? То есть как-то идет же у нас бизнес, да? То есть, скажем, не взрывается, но нормально идет, да? Нормально идет. Причем многие начинают понимать, что сегодня очень много бизнеса в интернете. Очень много, да? То есть сегодня опять, такой вот, к весне всегда идет сильный наплод бизнесов. Особенно китайских бизнесов сегодня. То есть просто, я не знаю, какое-то нашествие китайских бизнесов. Нашествие. Прямо, ну, прямо, бери не хочу, да? Все говорят, вот. Бери деньги чуть ли не даром. Понятно, чем это закончится, да? Понятно. То есть, для многих просто трагедиями закончится. Сто процентов, да? Могу сегодня подписаться. Но люди не знают сегодня. Несут деньги, там, последние, одалживают. Я всегда говорю, что в этих бизнесах можно участвовать только в одном случае. Да? Вот как вы играете в спорт лото. Знаете, что вы там положили какие-то деньги, там, и не жалко. То есть пропали, и не жалко. Но многие люди, к сожалению, несут последние. Многие люди одалживают, да? Там, людей, знакомых, у организаций под проценты. Ну, и считают, что там, если там платят, там, 300 или там, 400 процентов головы. То они, значит, берут, там, по 200 и уже доход подсчитывают. Отсчитывают, и, думаю, это дадут. На самом деле, на самом деле, сегодня электронные жулики, да? Они изменились, да? Они стали по-другому работать, профессионально. И многие люди просто пострадают. Просто пострадают, да? Когда сегодня... Ну, конечно, когда человеку говорят, слушай, иди вот туда, там, тебе дадут. Просто дадут тебе денег. Вы же понимаете, что... Где вы такой видали? То есть, в какой-то момент кто-то где-то как-то может, но... Все подсчитано. Люди берут один аккаунт, они засасываются туда. И, в конечном итоге, проигрывают все. В конечном итоге. Поэтому, говорю, если у вас нет лишних денег, которые вы могли бы выкинуть и забыть, лучше, лучше сохранить деньги у себя в кармане, да? Лучше меньше иметь в кармане, чем было пусто, станет пусто. Потому что сегодня очень много предложений началось к весне. Ну, и к осени это все, конечно, все это уйдет. Все это уйдет. А может и раньше, да? Некоторые люди рассчитывают, что идет к осени. Как я помню, где-то года два назад или три. Тоже была очень такая серьезная компания. И все начали говорить, а мы сейчас зайдем, не месяц. Они давали, по-моему, в месяц не то 50%, не то даже 100%. В общем, какие-то невероятные суммы обещали. И некоторые подумали, а, ну вот же она будет, там, или полгода. Знаете, как люди рассчитывают? Я говорю, за полгода там сниму. На самом деле, они закрылись через три недели. Три недели. Ну, они там вложили, не думали, ну, хотя бы месяц продержаться, да? Положили, одолжили большие деньги и проиграли. Поэтому я хочу всех предупредить. Вы просто посмотрите, как люди сегодня зарабатывают деньги. На заводах, на фабриках, везде. И ни одно правительство, ни одной страны никогда не позволит, чтобы что-то было по-другому, да? Потому что это невозможно. Потому что деньги – это труд, а труд, он обеспечивается временем и обеспечивается другими показателями, поэтому не может быть. Посмотрите, сколько банки дают. Банк сегодня дает, не знаю, ну, в лучшем случае, современные банки, если вы хотите, чтобы в текущем, так сказать, режиме были деньги там, я не знаю, ну, максимум 2%, 3% годовых. Это максимум. Иначе надо закрывать деньги там на год, или там на 2, или на 3. То есть не может быть речи даже там по 100% годовых. Ни один банк такого не даст. Ни один. Потому что, ну, может быть, только там, где огромная инфляция идет, что деньги обесцениваются, да, не привлечается ничего, ни во что. Но когда идет валюта, да, гарантированная валюта, то вы можете получать, вы не можете. Я помню, я вложил деньги, я не знаю, что там за год 20 долларов набегало, с огромной суммой, там 30, что-то таки было. Представьте себе, когда вам дают, там, сотни, там, сотни процентов. Просто невероятно. Поэтому я должен всех предупредить. Да, то есть предупредить, настроить, потому что, когда человек, у которых человек, так сказать, ну, просто играет в спорт злато и проигрывает, или, там, на бирже проигрывает, или же, там, на автоматах проигрывает, ну, он это делает умышленно, да, или есть, там, люди, которые зависимы от этого дела и не могут оторваться. Вот-вот-вот-вот выиграли. Нет. Нужно идти, как один сказал, целенаправленно. Целенаправленно, медленно, да, постепенно, с трудом. Но то, что вы достигнете своим трудом, вот, как сегодня в фильме, да, то есть он просто, человек изменил себя. Если вы помните, когда тот, тот его одну минуту, я говорю, 50 килограмм в начале, да, он говорит, кто 50 килограмм выше, он его тащил, 50 килограмм. А в том конце он сказал, Котч, извини, я, говорит, 60 килограмм. То есть на 10 килограмм больше. Вот, и видите, кто человек, ну, кто человек способен. И это правда. Это правда. Посмотрите, вот Плющенко, вообще просто невероятно, как он с шурупами в спине, вообще с огромной дикой болью, он такие вещи вытворял на Олимпиаде. Ну, просто невероятно. То есть это делается трудом. Нет халявы, да, то есть если можно было просто-то халяву, то нет у халявы. Посмотрите-ка, вот лыжницы, белорусские, белорусская лыжница заняла первое место с золотой медалью. Это же просто невероятно, как это все делается, каким трудом. Или хоккеисты, вчера российская сборная проиграла, американская сборная, чисто случайно. На мой взгляд, они должны были выиграть, они играли лучше. И один голодом, одну шайбу не засчитали. Да? Не засчитали. Но какой труд, какая борьба, какой... Люди ломали, поломали. Представляю, Овечкин, он же... Недавно я читал, как он с поломанными ногами играл. Я, кстати, знаю родителей Овечкина, лично знаю их. Они живут со своих сети. Я знаю родителей. И когда им сказали, что сын с поломанными ногами, с поломанной ногой Высачий Причин, играл в хоккей, и как там били это, ну писать себе, как можно играть себе. Когда перелом, человек у это все связывает, и он идет играть. Ну, разве это возможно? Просто не важно. Да? То есть, такую волю нужно иметь, такую силу. И я думаю, только те люди, которые управляют такую силу, они добивают победы. И я думаю, что сегодня можно у нас в бизнесе, в нашем бизнесе иметь такую победу. Да. Иногда вот люди говорят, вот хочу заработать много денег. Вот она, возможность. Просто невероятная. Лежит сегодня вот на одном слайде, на одной картинке, которую я сейчас показываю. Невероятная возможность. Человек может к концу года создать невероятный результат. Но не просто так, да, сидя там, положил там пару тысяч и сидеть, ждать, что там сейчас потолка что-то будет сыпаться. Можно только подождать, как вот люди, которые сегодня положили несколько тысяч, они это все потеряют на этих всяких биржах и то, что сегодня есть. А здесь можно сегодня законно, легально, официально компания нас поддержит продуктом серьезнейшим. серьезнейшим продуктом вы сейчас увидите. Поэтому терять нужно, ни одной секунды не терять надо, да, сегодня нужно работать сегодня, да, вот сегодня еще с февраля, март, апрель сделать подготовку. И кто это поймет, если ему действительно нужно, да, то есть только такими невероятными усилиями можно добиться огромного результата. Значит, будет нормальный такой средний результат, что тоже неплохо, да, не задрываясь, как многие сегодня работают, не задрываясь особенно нашей компании, но что-то делая, идет результат. Но если кто-то хочет серьезного результата, вот как в этом видео, да, вот как на Олимпиаде, да, то есть какие-то невероятные должны быть усилия, чтобы человек чего-то добился. Иначе пока человек живет так, как он всегда жил, у него всегда будет то, что всегда было. нет чудес. Я человеку говорю, ты не можешь делая ежедневно то же самое, поменять свою жизнь и поменять результат. Не можешь. Не бывает такого. Это закон природы. многие люди каждый день делают одно и то же, но каждый день ждут новых результатов. Подумайте, возможно ли это? Нет. Заранее говорю. Вы знаете, меня поразила вчера история, прочитал в газете, я думаю, она вам тоже понравилась, как рыбак отправился ловить рыбу, он отправился в 12-м году, в декабре месяце, ловить рыбу, это было в Центральной Америке, и, представьте себе, на обратном пути у него заглох мотор, лодки моторные, такой катер, их там двое было, один повзрослее, другой помоложе, и заглох катер, мотор, заглох, вот представьте себе, всё, заглох, они назад добраться не могут, а волны их отбрасывают, вместо того, чтобы отбрасывать к берегу, начали отбрасывать их в открытый океан, вот представьте себе это состояние этих людей, то есть, надо же всегда подумать, прежде чем идти в открытый океан, да, ловить даже рыбу, и вот, эти люди, один младший погиб, там, умер в процессе, а взрослый 14 месяцев жил один в океане на этой лодке, ну, можете себе признать, я просто даже, ну, невероятно, 14 месяцев ел там всё, что попадёт, да, что поймает, воды питьевой, только солёная вода, можете себе представить, 14 месяцев, в океане один человек, какая сила воли, и он выжил, в один прекрасный день, поймал рыбу, собирался её есть, и вдруг он увидел деревья, деревья вдали, и он спрыгнул со своей этой лодки, и начал плыть туда, доплыл до берега, и заснул, заснул, когда добрался до берега, женщины, островитяне его нашли, какие-то, боялись к нему подойти, позвали там соплеменников, в конечном итоге его доставили в больницу, человек выжил, да, там, не помнит многие вещи, но представьте, 14 месяцев человек плавал, да, один, в океане, какая сила воли, чтобы выжить, просто выжить, и борьба, вот, ну, сегодня у нас такой, такая встреча, она посвящена именно мужеству, да, отчаянных людей, то есть, люди совершают героизм, да, в самом деле, я не знаю, я такому человеку, такой герои, как, эта девочка, которая выступала на Олимпиаде, 15 лет, представьте себе, 15 лет на Олимпиаде, Путин ее там наградил всякими наградами, справедливо, конечно, смотришь, да, как люди добиваются чего-то, ну, все через труд, все через труд, успех идет через труд, и я хотел бы сегодня настроить вас, немножко потрудиться, да, потрудиться и создать, построить свой трафик и пригласить как можно больше людей на конференцию, потому что конференция делается специально для тех людей, которые не могли ездить на конференции в Лас-Вегас, да, не могли ездить на конференции в Торонто, там, в Гонконг, да, кто не смогли приехать и в Киев, да, потому что тоже другая страна, и сегодня компания собирается ехать в Москву, да, Москва это центр, центр, это центр, центр России, да, Россия это великая страна, великая, я это всегда знал, что Россия великая, и я никогда не понимал маленькие государства, которые всегда плакали, что вот типа Россия у нас на шее сидит, да, я говорю, посмотрите, кто у кого на шее, Россия, у нее есть все, а у вас нету ничего, и вы говорите, что Россия, и вот когда отделились все, да, все стали самостоятельными, смотрите, как Россия пошла вперед, я думаю, что в ближайшие годы, конечно, должно пройти какое-то время, и Россия это будет великая страна, потому что люди какие, посмотрите, какая Олимпиада построена, Олимпиад не было никогда, чей-то Куразма, какая красота, какие машины сделаны, как там все компьютеризировано, какая техника, сколько денег ушло на это, и люди не жалеют, потому что для красоты никогда не жалеют, мы так всегда, мы такие, у нас такая ментальность, то есть к нам едут гости, мы отдаем все, что можно, так построена система, да, система в России, и то ли мы такие все были, я же помню, когда к нам приходили гости, мы все давали, да, все, что там, когда-то дефицит был, всего, да, вынимаешь все, что есть, из дома, потому что гости, это гости, и это мы видим сейчас на МИПИАДе, что, ну просто невероятно, да, просто, и объекты какие построены в считанные годы, и как все организовано, да, какая техника, в каком все механизировано, компетентизировано, вообще, ну просто, ну, несколько лет уехали вперед, да, я думаю, что мы такое же должны показать и на конференции, аксессии, мы должны показать то же самое, что сегодня показывают, то же самое, что сегодня показывают наши азиатские друзья, да, Корея, Сингапур, Япония, Китай, Гонконг, это просто не показывает все ничего, и люди, которые еще год-полтора назад были бедные, несчастные, своим трудом, да, не на халяву, трудом, вот таким вот трудом, да, потому что я вот разговаривал, таким вот трудом добились успеха, я разговаривал с мистером Бэй, который у нас, канаде, он год работал каждый день, не было дня, чтобы он не работал, с утра до вечера, он куда-то кого-то приглашал, куда-то ездил, что-то делал, по-другому оно не делается, к сожалению, если кто-то думает, халява, вот сидел, человек идти вот в пирамиду, да, там конкретно, отдал деньги, выбросил, и есть на кого жаловаться, да, так, на себя, не будет же человек жаловаться, ну, молчить, люди тратят огромные деньги, выбрасывают, да, просто выбрасывают, многие влипли уже сегодня, да, а некоторые влипнут, там, через месяц, два, три, четыре, пять, вот, и, поскольку обвинять некого, и все, а тут, скажем, всегда найдется, на кого обвинить, да, там что-то не получается, вот, поэтому, я сегодня, может быть, отошел от, салонного подхода, да, презентации, я думаю, что, это можно будет просто посмотреть, еще раз, кто опоздал, зайдя на нашу конференцию, просто посмотреть в записи, у нас сегодня на YouTube выложена, моя прошлая презентация, вы можете посмотреть, вот, нажав на линк, слева в чате, прямо, скопилить этот линк, сохраните его, в YouTube, вы можете посмотреть, либо просто набрать в YouTube, мою фамилию, и 9 февраля, я думаю, что вы тоже вы найдете, либо, посмотреть, прошлые презентации, прошлые презентации, если кто-то новым шел, я смотрю, у нас добавились люди, прошлые презентации, тоже можно посмотреть по линку, по линку, три линка, и я думаю, что потратив час-два, вы будете иметь полное представление о компании Access Marketing, но главное событие, которое предстоит, если даже только что новые люди зашли, и только включили программу, главное событие, это для нас, русскоязычных, это то, что будет проходить конференция 26 апреля, как раз тепло будет, я думаю, это самое прекрасное время года, все, зима заканчивается, настроение должно быть рабочее, я думаю, что многим должно захотеться получить новые автомобили, купить себе, когда я предлагаю их получить к Новому году, к Новому году, для этого получить Благодаймонд 3, да, и новенький Мерседес в Лос-Вегасе будет в подарок, для этого нужно поработать, возможно ли, ответ да, ответ, что у нас сложилось так обстоятельство, что многие люди ждут этого 5 лет, да, то есть 5 лет мы просили Стива поехать в Москву, 5 лет, он сказал, что я в Москву поеду, когда я повезу что-то такое, что там все должны быть в восторге, и вот это такое он готовил, да, он приготовил, и я думаю, что будет ударная доза в Москве, выгода, поэтому рекомендую, рекомендую просто вот, пригласить много людей, просто пригласить, и дать им возможность послушать, дать им возможность послушать перспективы компании, и дать им возможность послушать то, что еще никто не слышал, я думаю, что до Москвы и не будет слышать, да, до Москвы и не будет слышать, потому что Москва не за горами, и, я думаю, что-то такое хорошее, красивое будет представлено в Москве, потому что Стив Рейнер очень высокого мнения о русскоязычных людях, очень высокого мнения, он считает, и видите, сегодня на пиаде это, в общем-то, доказывает, доказывает, что русские люди русскоязычные, все, кто получал русское образование, что это люди с очень большим потенциалом, я это всегда знал, однажды, мы это все продемонстрировали, да, мы продемонстрировали несколько раз русскоязычная группа, ну, три раза русскоязычная группа выбивалась вперед, но поскольку были много разных причин, да, много причин субъективных и объективных, которые на нас воздействовали, мы немножко, так сказать, знаете, деньги любят всегда тишину и спокойствие, и многие, конечно, не выдерживали, да, не выдерживали вот этих семиотрясений, которые были, сегодня, когда все налажено, да, когда все, когда все идет гладко, недежно, я думаю, что появятся люди, которые возглавят, возглавят русскоговорящий аксесс, да, и я тогда буду считать, что моя миссия выполнена, поскольку, в общем-то, я хочу, чтобы многие люди преуспели в этом бизнесе, и чтобы появились русскоязычные лидеры не хуже, чем китайскоязычные лидеры, чем корейскоязычные, чем японскоязычные, чем другие, да, сейчас вот индусы выходят, так сказать, на связь, я считаю, что наш бизнес интернациональный, и русскоязычные лидеры, ну, по праву, должны занять свое место, место в этом аксессе, и я надеюсь, что московская конференция, она будет этому способствовать, я надеюсь, что мы покажем результаты не хуже, чем в Сочи, да, не хуже, чем в Сочи, не хуже, чем в Сочи, а в Сочи, несмотря на то, что медали, может быть, и не так много, надо понимать, что русская команда, она еще молодая, и впервые мы участвуем в таких, в такой вот олимпиаде на своей территории, и я думаю, что все это будет развиваться, и надеюсь, что хоккейная сборная все-таки правда восторжествует, и хоккейная сборная наша русская займет все-таки достойное место, я очень болею за русскую команду, мне забыло то, что я люблю канадскую сборную тоже, я всех люблю, я люблю тоже канадских хоккеистов, вот, тоже за них болею, но хочу, чтобы первое место все-таки заняла русская сборная, потому что они достойны, я думаю, они лучшая команда сегодня, вот, я на такой вот хорошей ноте, хочу сегодня закончить свою лекцию, то есть, я сегодня сделал такое лирическое немножко, может быть, отступление, но это тоже нам необходимо, потому что нужно настроиться, настроиться на работу, потому что если мы себе не дадим такой установки, если мы не запланируем, ничего не получится, если мы не имеем плана работы, если мы не знаем, чего мы хотим, и куда мы хотим стремиться, у нас ничего не получится, поэтому цель моей сегодняшней лекции, чтобы те, кто меня сегодня слушают, чтобы они себе запланировали, запланировали, скажем, к концу года добиться такой-то либо такой-то позиции, и очень этого захотели, и очень этого захотели, причем, понимаете, когда вы добиваетесь своим трудом, удовольствие неуверенное, просто огромнейшее удовольствие, дело будет не в машине, вот в этой, которую уже, если человеку дают эту машину, он может таких себе много купить сам, а дело в том, что это вам дают как подарок, это очень сильно повышает самооценку человека, очень сильно повышает его самооценку, и дальнейшая жизнь его будет складываться совершенно по-другому, все дело в самооценке, да, то, что человек верит, помните, я вот, если вы посмотрите мою запись, я немножко остановился на законе веры в прошлом, на прошлом своем занятии, потому что вера творит чудеса, мы готовы получить все, что мы хотим в нашей жизни, абсолютно все, а я в этом убежден, что каждый человек, абсолютно каждый, может получить то, что он хочет, более того, каждый на сегодняшний день имеет то, что он хочет, подумайте, все, что вы имеете на сегодняшний день, это вы имеете по вашему желанию, и все вы сотворили себе сами, и хорошее, и плохое, если вы не делаете для себя хорошее, то жизнь вам даст что-то другое, должно быть равновесие, вы понимаете, все в равновесии, поэтому создайте себе хороший план, и делайте все, что в этот план осуществится, я думаю, что то, что каждый себе наметит, он обязательно выполнит, и нет ничего плохого из человека амбициозные большие цели, нет абсолютно, более того, я убежден, что существует главный закон жизни, да, что человек имеет право быть эгоистом, да, это кардинально, для меня это кардинально, за свой собственный счет, это кардинальное решение, потому что нас всю жизнь меня учили не усовываться, что нельзя быть эгоистом, нельзя, нас так учили, на самом деле это закон жизни, человек имеет право быть эгоистом за свой собственный счет, вот это вот дополнение обязательно, да, не за чужой счет, за свой собственный счет, и второй закон, что нельзя быть альтруистом за чужой счет, что многие люди становятся альтруистами, знаете, такие добренькие, хорошенькие, за чужой счет, это собственно наоборот и тот же закон, только по разному скажу, и, я вам это не из доказательства, вся природа построена по этому принципу, представьте себе, вот росло два дерева, да, два дерева было посажено, одно дерево было эгоистом, эгоистичным, оно брало к себе солнце, оно брало к себе воду, оно брало все и росло, а второе, оно было такое вот скромное, да, скромное, нельзя брать воду, нельзя брать солнце, и что получилось в результате? Первое дерево выросло огромное, пушистое, ну, скажем, абрикосовое это было дерево, да, и первое, оно дало очень много абрикосов, а второе дерево, оно было полузасохшее, и дало всего одну абрикос, вывод, что человек сначала должен быть эгоистом, чтобы потом дать другим, человек должен стать собственником, чтобы было что дать другим, помочь, посмотрите, сколько силово помогают люди, те, кто умеет, а тот, кто не умеет, он никому помочь не может, вы понимаете, в этом-то и суть, поэтому нужно сначала быть хорошим эгоистом, да, за свой счет, да, за свой счет, то есть учиться, трудиться, работать, заработать, потом нужно дать другим, да, кому вы хотите, а если ничего не делать, дать нечего, и только одни, как говорится, жалобы, почему то, почему то, почему то, первое, что человек должен сделать, это полную ответственность на себя, сто процентов, все, что происходит в моей жизни, как же я должен сказать себе, все я делаю себе сам, если у меня плохая жена, я сам ее выбрал, если у меня мало денег, плохая работа, я сам выбрал, если у меня плохие друзья, я их сам выбрал, поэтому человек может полностью переоценить свою жизнь, и я говорю со всей ответственностью, сто процентов гарантию, что каждый человек может создать жизнь своей собственной мечте, абсолютно, каждый человек может получить все то, что он хочет, ему нужно для этого просто захотеть и делать все для того, чтобы это осуществилось, да, создать план, создать себе, наметить это все, да, и пошагово идти к своему плану, все нужно сходить с конечного, то, чего я хочу, значит, что мне нужно сделать для того, чтобы это получить, и спланировать себе по месяцам, по годам, по дням, по часам, все что угодно, и когда вы делаете то, что вы именно хотите, да, у вас появляется сила, энергия, что-то невероятное, вам начинает помогать со всех сторон, со всех сторон начинает помогать, вселенная начинает помогать, все, появляются люди, события, обстоятельства, которые помогают сделать ваш план, но надо, чтобы этот план был, надо, чтобы этот план должен был, надо, чтобы он был записан на бумаге, и человек должен его ежемерно, ежемерно, он должен его отслеживать, И гарантия стопроцентная, стопроцентная. Те, кто ничего не имеют, они ничего для этого не делают. Только жалуются, только негатив. Негатив привлекает негатив. Вы помните по нашим законам? Позитив, позитив. Поэтому все в наших руках, стопроцентно. Поэтому я желаю всем удачи. Сегодня мы начинаем подготовку не к Олимпиаде, а к конференции 2014 года в Москве 26 апреля. И я думаю, что мы на каждом занятии будем часть времени посвящать подготовке к этой конференции. И я надеюсь, что все будет так, как каждый хочет. Всех вам благ, здоровья, удачи. До встречи через неделю. Спасибо, что пришли. Субтитры создавал DimaTorzok